Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Что такое социально слабый человек? Социально слабый человек это значит человек, который достаточно плохо коммуницирует. Это человек, который социально дезинфицирован, это человек, у которого есть проблемы со взаимодействием с другими людьми. Это человек, который может представлять весьма слабый интерес для людей, с которыми ему приходится сталкиваться. Это человек, который может быть не чувствует социального окружения. Человек, который может быть не ощущает его, может быть не понимает его. Человек не понимает, что нужно людям около него. И, соответственно, есть некоторые и некоторые трудности в том, как его воспринимают другие люди. То есть для других людей такой человек может быть недостаточно ярким, недостаточно таким интересным. И вот в какой-то степени достаточно мало у такого человека может быть общего с людьми. С, ну, с окружающими людьми. Вот. Это очень важный момент. То есть социально слабый человек это тот, кто не на очень хорошем счету находится у общества с точки зрения социально одобряемых правил и норм поведения. Вот. Наверное, так можно ответить на ваш вопрос. То, что говорят люди, вероятно, они имеют в виду следующее. Они, вероятно, вряд ли всего имеют в виду то, что вы неординарно мыслящий человек. То, что у вас есть по всей видимости креатив. И креатива у вас, наверное, более чем достаточно, да? То есть именно в креативности мышления вы не испытываете никаких проблем. Но при том, что у вас есть креативность в мышлении, вы не приспособлены к людям по мнению этих людей. Вот. И, значит, вы, может быть, не представляете интереса для этих людей. То есть, да, вы необычные, да, вы, там, вы, видимо, необычно мыслите, но все равно это не очень интересно всем людям, с которыми вы общаетесь. То есть вам, на мой взгляд, по сути, намекают. На то, чтобы вы, ну, вели себя более, скажем так, понятно для людей. Вот. Я бы так сказал. Тогда вы будете более, по их мнению, успешным, тогда вы будете более, по их мнению, востребованным и так далее. Но другой вопрос, конечно, заключается в том, да, хотите ли вы этого. То есть если вы хотите одобрения социального, да, если вы хотите одобрения людей, то, конечно, в таком случае нужно действительно стараться говорить на языке этих людей. Потому что в противном случае просто вы не сможете с ними взаимодействовать. Вот. А если же вам важно продвигать свои идеи, то в таком случае, ну, собственно, вам нужно продолжать ориентироваться на себя. И обращать внимание на тех людей, которые поймут и примут вас целиком и полностью. не требуя от вас каких-то перемен, каких-то изменений, каких-то особых моделей поведения. Не особо спрашивая, интересуясь, а хотите ли вы этого. Хотите ли вы быть таким. Мне кажется, что люди, которые говорят подобные вещи вам, относятся к вам несколько покровительственно, что ли. Я бы так сказал. И мне кажется, что связано это в первую очередь с тем, как вы воспринимаете себя. То есть, связано это именно с тем, как вы относитесь к себе, самым к себе. Так что, я рекомендую вам, если у вас есть некоторые сложности в принятии себя, если вам бывает сложно себя принять, то я рекомендую вам в этом направлении как раз-таки поработать и поработать, чтобы данную проблему, если она действительно существует, чтобы ее разрешить. Потому что окружающие люди не слишком заинтересованы в том, чтобы вы вот такой отличающийся, да, от них. Чтобы вы при этом были на хорошем счету. Вот. То есть, к этим это, к сожалению, ну, мягко говоря. Нет, так, не так интересно. Вот. А, скорее всего, не интересно вообще. К сожалению. Вот. Так что, имейте в виду, что будут вас обесценивать, будут вас пытаться обесценить. Вот это, в принципе, вполне нормальная история и вам нужно просто быть немножечко готовым к этому. Ну, мы вам можем помочь укрепить самооценку, да, если есть у вас с этим какие-то трудности. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!